сейчас мы с вами поговорим про купальный топ и если не знать что это купальник то можно подумать что это спорт про и на самом деле это практически так и есть поскольку основой для этого купального топа послужил хит я считаю бренда которому я имею непосредственное отношение это спорт бран когда бренд создавал спортивный ток для меня самое главное определяющие было создать модель более доступного варианта но при этом не менее функционально поскольку здесь вот мы с вами визуально ничего не видим но если мы эту модель потрогаем до рассмотрим изнутри вы увидите что там есть момент инкомсуляции у нас каждая грудь в своем домике есть каркасы которые эту грудь разделяет здесь но я так думаю что для купального топа здесь немножко замедили линию декольте спорт брана чуть повыше но тем менее если следи ваших клиентов есть любительницы активного пляжного отдыха то этот топ для них первая рекомендация поскольку он будет создавать комфортные условия для каждой груди каждая грудь будет в своем домике хорошая зона покрытия груди будет стабилизировать ее при активном движении посмотрите какие здесь широкие и при этом комфортные мягкие лямки вот если у вас будет возможность приехать и посмотреть бренд на выставку или приехать бренду непосредственно вышел обязательно потрогайте модель оцените как она хороша я знаю что очень многие женщины обращать внимание на бретели поскольку есть заблуждение что именно бретели отвечают за поддержку груди здесь они созданы для другого для того чтобы комфортно было заниматься спортом если вы предполагаете в этом купальнике например бегать или играть пляжный волейбол например вот здесь она именно для этого снизу у нас идет широкая резинка но здесь она носит больше такой декоративный характер мы потом с вами посмотрим на эту модель изнутри я вам еще подробнее про нее расскажу я знаю насколько трудоемкая эта чашка пошили поэтому она может быть чуть выше по цене чем например другие артикулы но обратите внимание она очень функционально она оправдывает так скажем свою цену поскольку разработана с учетом комфорта груди при физических нагрузках давайте посмотрим теперь на спинку здесь регуляция бретели идет только наполовину но это понятно это обусловлено конструкции но при этом здесь есть джокер джокер нужен для того чтобы зафиксировать бюстгальтер именно на спине если эта фиксация нужна эта фиксация обычно нужно тогда когда идут активные занятия да кому комфортнее чтобы бретели например не мешали если вдруг пока ты плечи чтобы они не спадали и здесь джокер у нас металлический это важно потому что бывают бюстгальтеры с пластиковыми джокерами которые могут ломаться здесь есть преимущество в том что он металлический обратите также внимание что кроль здесь тоже профессиональный кроль леотард застежка здесь широкая пластиковая но она достаточно легко так скажем в работе то есть женщина сможет самостоятельно ее и расстегнуть и застегнуть и это большой плюс если вы задумываетесь над хорошими функциональными купальниками то я вам рекомендую обратить внимание на эту модель обязательно предлагайте ее своим клиентам рассказывайте про ее плюсы и обращайте внимание что она очень похожа по крою на спортивный бюстгальтер а теперь давайте посмотрим ее изнутри и так представляю вам эту эту же чашку но уже изнутри да то есть я ее вывернула для того чтобы показать вам крой обратите внимание что деталь состоит от чашка стоит из трех частей верхняя часть она находится над костями да то есть вот про что я вам говорила эта зона специально сделана выше для стабилизации верхней зоны груди при движении а грудь она движется по траектории перевернутой восьмерки соответственно боковая часть широкая нужно для стабилизации груди сбоку верхняя зона нужно для стабилизации груди сверху просто хочу чтобы вы оценили насколько продуманный крой у этой модели плюс пояс а самая большая ошибка актером производителей купальников это делать пояса однослойный такой пояс от воды очень быстро вытянется и бюстгальтер так скажем прослужит дай бог один сезон своей хозяйки здесь же сделана стабилизация за счет сетки power net и это очень правильно тогда пояс будет служить дольше он не будет растягиваться да потому что от воды он еще становится сам по себе купальник тяжелее самое главное на что обращайте внимание своих клиентов чтобы они ни в коем случае купальники не стирали в стиральной машине и после моря если это соленая вода обязательно их споласкивали поскольку нити эластана будут очень чувствительны к соленой воде и к высоким температурам на это пожалуйста обращайте внимание и сейчас на конкретно этом этой модели хочу продемонстрировать вам гибкость костей как ее проверить вы просто берете бюстгальтер в руки это касается не только купальников но вообще любых конструкций и просто сжимаете косточку если вы чувствуете что кость сгибается легко это значит что кости будут эргономичными будут рассаживаться по ребру и не будут доставлять дискомфорт своим хозяйкам если же косточка очень жестко обращайте на это внимание и девушкам с узкой грудью и большим объемом может доставлять дискомфорт потому что большая грудь будет давить на кость вниз хоть будет спускаться вниз по телу давить на ребро и концу дня женщина может начинать жаловаться что косточки гей жмут отдельно хочу показать вам этот купальный топ на другой модели у лины грудь больше чем у кристины но ли на ниже ростом и соответственно посадка купальника да и конкретно этого топа будет немножко другая но при этом я хочу сказать что он достаточно стабильно сидит даже при ленинных параметрах повторюсь это 75 джокер 80 и плюс-минус это корректный ленин размер если мы рассматриваем по системе брофитинга и что здесь хорошо здесь точно также полностью вся грудь у нас поместилась чашку но есть нюанс на который вам все-таки стоит обращать внимание если вдруг вам придут девушки ростом ниже чем сто шестьдесят восемь сантиметров я повернусь спиной пожалуйста давайте с вами еще раз посмотрим на бретельки видите они здесь отрегулированы до самого конца то есть если у кристины у нас еще можно было даже там регулировать выше ниже тату ли на ниже регулировать уже некуда и здесь бретель лежит комфортно но дать мне хотелось бы еще потуже но я просто любительница потуже вы ориентируйтесь всегда на ощущение клиент и спрашивайте ее потому что женщина есть разные есть те кто любит чувствовать да что он на них надет новый безгалтер кто-то принципиально отказывается от того чтобы ощущать малейшее давление но нюанс регуляции по росту вот в этом топе обязательно к вашему вниманию обязательно делать на этом акцент что если девушка будет более низкого роста то бретель и может оказаться большой все в остальном посадка очень хорошая ведь в самом правильном месте если мы посмотрим сбоку да то вот может показаться что например побольше груди есть небольшое к пережимания но в купальнике это допустимо поскольку все равно от воды он еще чуть-чуть подрастянется здесь кант по декольте даст слабину и вот этот наплыв он уйдет можно не пережимать поэтому если будет такой запрос клиента почему у меня здесь вдруг немножко вылезла не переживайте все будет хорошо все рассядется и будет сидеть как будто бы это индивидуальный пошив